242 выпуск журнальной серии автолегенды ссср и со стран москвич 21 41 кр или олега 141 кр как называл его в мае 89 года журнал за рулем или вообще москвич 21 41 опять как вроде бы правильно называть эту машину фотографии этого автомобиля красовались на обложке журнала за рулем и были иллюстрации к статье наши гран туризма тот материал 89 года был рассуждением на тему кто как и зачем мог бы строить такие машины стране советов конца 80-х годов советского союза не станет через пару лет а спортивный автомобиль построенный на азлк выступит лишь паре состязаний того времени и вспомнят они у широкие массы лишь в сентябре 2018 года когда де агостини запакует машинку масштаба 1 к 43 в пакете к журнальчикам и завезет этот комплект в газетные киоски журнальная серия автолегенды ссср уже давно перемолола практически все модификации советских легковых автомобилей де агостини продала увлеченным собирателям уйму прототипов и прессерийных машин не говоря уж они распроданных остатках румынской журнальной серии и вот наконец добрались до спортивного автомобиля марки азлк с обложки журнала за рулем 89 года с одной стороны конечно хорошо в том самом восемьдесят девятом году мало кто из коллекционеров мог даже мечтать о промышленной моделькой этой машины хотя на фоне общего дефицита и скудного ассортимента масштабных моделей что выпускали советском союзе мечтать о модели экспериментального спортивного автомобиля было бы странно слишком много не охваченном было базовых моделей отечественных машин но теперь осенью 2018 года самое время поляна масштабных моделей затоптано от и до не так уж и много осталось не охваченных автомобилей можно и москвич 2141 кр изготовить не продавать же очередной раз 21 первую волгу страждущим впрочем именно газ 21 красуется на 4 странице обложки журнальчика в качестве анонса грядущего специального выпуска в отличие от лады самары т3 которая как раз и была таким специальным выпуском москвич вышел в регулярной обычной серии автолегенды ссср и со стран продают его за 649 рублей и видимо по этой причине производитель не утруждал себя особо нанесением декалей или изготовлением каркас безопасности например да и номер на борта нанесли видимо от балды на всех фотографиях этой машины с десяткой на дверях спереди нет люстры дополнительного света фары эти закрыты колпаками но логотипа производителя на них нет тоже экономия в целом масштабная модель выглядит довольно уныло и сам прототип если и захватывал внимание и поражал воображение то лишь в конце 80-х когда стране еще очень мало было и иномарок на дорогах и информации о зарубежном спорте правда скоро уже в 90-м за рулем начнет издавать свой автомотоспорт удивительное для позднего ссср издания посвященное автомобильному спорту целиком цветной а насыщенной информации фотографиями и на фоне этого вала информации изделия автомобильного завода имени ленинского комсомола по имени москвич 21 41 кр окончательно затеряется в этих журналах и в автомотоспорте и за рулем появлялся еще один советский гран-туризма автомобиль построенный нами ярко-оранжевого цвета получивший прозвище апельсин видимо стоит ждать и эту машину журнальной серии автолегенды ссср журнальчик написан сергеем ионосом под прикрытием большого списка благодарностей бывшим работникам азлк автор каждый раз использует такой незамысловатый прием дабы придать большей значимости изложенной информации впрочем у ионоса бесспорно накоплен большой объем материалов по автомобилям московского автомобильного завода имени ленинского комсомола и сам текст про спортивный москвич вполне связный и логичный читается хорошо да и фотографии немало есть что поразглядывать неплохой получился журнальчик а фотографии спортивного прототипа которые достаточно качественные и сделаны с разных ракурсов будут бесценным источником информации для тех собирателей которые решат перепиливать и доделывать масштабную модель которую де гости не вложила на этот раз в 242 выпуск анонс на четвертой странице обложки вовсе не дано ну тавре универсал а очередной специальный выпуск де гости не собирается порадовать собирателей еще одной двадцать первой волгой спортивный москвич попавший на обложку журнал за рулем восемьдесят девятом году никакой особой автомобильный или автоспортивной легенды не стал но при этом для конца восьмидесятых годов это была заметная машина а кроме журнал за рулем в общем то особо и почитать увлеченному автолюбителю было нечего поэтому машина конечно запомнилась хотя в живую она конечно похоже больше на кустарную самоделку чем на изделие заслуженного автомобильного завода модель к сожалению помимо довольно унылого вида впрочем вполне соответствующего белому прототипу еще и не очень точна есть серьезные отличия с базовым москвичом 2141 в размере и форме лобового стекла и задних фонарей вызывают сомнения форма фар и наклон передка автомобиля в целом видимо и остальные размеры и формы надо бы проверить задние стекла на прототипе наглухо затонированы а на модели сделаны прозрачными но для тех собирателей кто увлечен отечественным автомобильным спортом это безусловно желанный и долгожданный выпуск кусарные изделия не каждый коллекционер потянет из-за их цены а здесь вполне приличный исходник для доработки а можно и просто поставить этот москвич на полку те кто видел фотографии оригинала на обложке за рулем однозначно его идентифицируют а доскональное сравнение с прототипом провести затруднительно во дворах такие машины не стояли и линии их не примелькались настолько чтобы сходу видеть отклонения в модели спасибо что досмотрели до конца и на этот раз пишите в комментариях что думаете про советский гран туризма производства завода имени ленинского комсомола не забывайте про жать лайк или дизлайк под этим видео и конечно же подписывайтесь на канал